Всем привет! После всех событий насыщенного олимпийского сезона и последовавшего за ним горячего межсезонья, поклонники фигурного катания, конечно, ждут нового соревновательного года с большим нетерпением. А если станет ли Алина Загидов спортсменка одной олимпиадой, как и у Липницка? А откроется ли второе дыхание у Евгения Медведя в канате? А кто же из двух звездных воспитанниц, это ли Татберицы, все-таки окажется сильнее в очередной дуэли? Если уже первые старты сезона 2018-2019 позволят давать осторожные ответы на первые два вопроса, то третий повесит в воздухе, как минимум до декабря. Дело в том, что Алину Загидову и Евгению Медведеву развели по разным этапам гран-при. И друг с другом на льду они смогут встретиться только в финальном турнире, если смогут до него благополучно добраться. Но зачем это было сделано и не скрывается ли за всем этим какой-то заговор? Согласно действующим правилам Айсу, каждая спортсменка может принять участие не более чем в двух этапах гран-при и финальном турнире, если пройдет туда по спортивным результатам. С учетом того, что этапов всего шесть, а девушек в российской сборной куда больше, тренерский совет каждый год получает одну и ту же непростую задачу, как распределить всех спортсменов по этапам, чтобы дать всем шанс проявить себя и никого не обидеть. Главных звезд сборной России в сезоне 2018-19 распределили следующим образом. Алина Загитова будет радовать своими выступлениями зрители Финляндии и России, а Евгения Медведева начнет сезон прокатами в Канаде и Франции. Если все пойдет по плану и девушки покажут привычно высокий уровень катания, то они впервые в новом соревновательном году встретятся в финале серии гран-при, который пройдет в Ванкувере с 6 по 9 декабря. Выходит, спортсмены развели, чтобы не накалять обстановку? Разумеется, спортивные отношения Загитова и Медведева далеки от идеальных. Каждая спортсменка хочет выиграть. Евгения показала это не только словами, сколько поступками. Потерпев главное поражение в своей жизни, она решила круто изменить обстановку, чтобы через 4 года постараться взять реванш. И сейчас Загитова и Медведева – это, с одной стороны, члены единой сборной команды, с другой – непримиримые соперницы, между которыми в начале 2018 года золотой стеной стала Олимпиада в Кличхане. Разумеется, очередную битву Загитовой и Медведевой будет ждать не только вся Россия, но и весь мир. Однако не стоит дарить ее зрителям просто так, по желанию тренерского совета. Медведева против Загитовой – это сливочный десерт мирового фигурного катания. Тот факт, что Медведева не выступит в Москве, на первый взгляд может говорить о том, что номер один сборной однозначно видят Загиту. Но только на первый взгляд, ведь ставить девушек вместе на один этап смысла нет. На протяжении последних лет российский тренерский совет всегда разводит лидеров по разным этапам, чтобы не мешать им бороться за победу, не нервировать лишний раз конкуренции и позволить в конце концов побольше заработать. Ведь за первое место на этапе Гран-при, кроме медали, дают 18 тысяч долларов. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем я желаю хорошего дня. До скорой встречи. До свидания.